Более 30 лет она отдала служению Мельпомене, работая в труппе Крачевского театра. Культурное сообщество нашей республики понесло большую утрату. На 1956 году ушла из жизни народная артистка Крачевой Черкесии Ильяна Ижаева. Жизнь замечательной актрисы в репортаже Шерифат Лепшоковой. Человек, живущий искусством, такой была Ильяна Ижаева. Актриса большого дарования, на сцене она могла все. Ей легко давались комедийные и глубокие драматические роли. Каждый спектакль с ее участием становился событием. Выпускница московского ГИТИСа в 1988 году Леона Ижаева вошла в прославленную труппу Крачевского театра и стала его украшением. На сцене она воплотила десятки образов, и в каждом из них даже неискушенный зритель чувствовал силу мастерства актрисы. Реализуя задумки режиссера, она привносила и свои краски. С уходом Леоны Ижаевой труппа понесла невосполнимую утрату. Играя простушку, она могла сыграть и царицу, и принцессу, и средневековых героинь. Она блистала в таких комедийных спектаклях, как «Хитроумная влюбленная» Херарда, режиссер Барис Тахчуков. Она играла в нескольких спектаклях Динамом Чуевой, она играла царицу Аландского государства. Акбичей Рамазан Динамом Чуева, режиссер от Муржаев Магомед, там люди вообще выходили. Она играла мать Акбичей, люди выходили, плакали, сидели, смотрели в зале. Поэтому эта потеря для нас очень ощутимая. Я от имени коллектива Крончаевского театра и от имени других театров, Волкарского театра, от главного режиссера Бориса Тахчукова приношу искренне соболезновенно рад нам и близким. Особенной была её роль электро в одноимённом спектакле. Одержимая местью героиня Леона Ижаева не отпускала внимания зрителей ни на минуту, в течение двух часов держа напряжение в зале. Эта блистательная работа актрисы по достоинству была оценена и в Москве. «Человек чуждой слави» Леона Ижаева видела своё предназначение в сохранении родного языка и культуры. Она писала стихи, готовила к изданию поэтический сборник. Каждый любит свой язык. А в чём заключается эта любовь? Если мы завтра не услышим от своих детей этой речи, грош цена тому, что я положила свою жизнь 30 лет на служение народу. Ну, язык, вот он был и исчез. Правильно? Кто занимается этим? Мы с вами должны этим заниматься. Я написала такие стихи. «Красота и мудрых слов ручей, Мой язык родной, Одна из тысячи речей, Ключ ко многим тюркским языкам, Карачаевский, Дающий ас-салам». Лианы Ижаевой уже нет с нами, но есть память народа. Актриса навсегда осталась в том самом золотом составе Карачаевской труппы, дарившим зрителю радость прикосновения к настоящему искусству. Шереват Левшокова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия.